Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Сегодня у нас будет на обзоре домик под ключ, полностью готовый для вашего проживания, со своим бассейном, зоной отдыха для летнего и зимнего времяпровождения. Обо всем сейчас подробно я вам расскажу. Находится он в Витязево, недалеко от морюшка. Вы можете сюда приезжать, отдыхать, наслаждаться в наш великолепный климат города-курорта Анапа. Давайте начнем сначала. Расположение участка, это улица майора Витязя, 32А, это улица Святого Георгия. Он здесь угловой домик, вот он перекресток, здесь находится уже асфальт, до сюда отсыпано все гравием. Дорога есть, возле дома вообще все оформлено бетоном, здесь даже свой полисадничек. Сделано очень красиво и подсветка, и даже вода выведена, чтобы можно было осуществлять полив. Также по всему дому сделано видеонаблюдение, то есть все будет всегда у вас под контролем, если вы его приобретете себе как дачу, сможете сюда приезжать на отдых в летнее либо зимнее время и получать максимум удовольствия от этого времяпровождения. Это поле, друзья, оно у нас под ИЖС, в дальнейшем будет застраиваться. Также здесь вот краски в этих местах выделены под школы, садики и другие соцобъекты, места, по крайней мере, в новом генплане это именно так. Дом уже с газом, дом уже с водой, с электричеством, то есть вы можете просто приезжать и жить. Вокруг дома можете увидеть, что, как я и сказал, сделано благоустройство, пожалуйста, вам отмосточка, то есть все вопросы уже продуманы, решены по максимуму. По плодовым деревьям это нектарин, это слива, вот такая, следующее это яблонька, здесь высажена клубника вдоль, еще одна слива и груша. Здесь у нас плиткой в зону парковки выложена, ну а тут залит бетончик, то есть хозяева реализовывали именно для себя. Парковка на несколько машин спокойно сюда вылазит и, как я и сказал, то есть все под видеонаблюдением, камеры сюда поставлены. То есть дом отдается как есть, там никаких моментов, что там кто-то забирает, что-то не будет. Единственное, что вот баги продается отдельно. Заходим, такой вот вау-эффект, это территория перед домом, вообще участок три сотки, а сам дом у нас 90 квадратных метров. С правой стороны, друзья, есть кухонная зона, здесь подключена вода, есть отвод под газовую трубу, если вы захотите установить здесь плиту, возможность у вас такая же есть. Также есть барбекюшница, все входит, еще раз говорю, кроме только баги. Сама зона отдыха, она у нас сделана вот такой террасной доской, здесь под навесом есть вентилятор летний, чтобы создавать уют, там мухи улетали и все. Ой, ласточка пить прилетела. Также есть вот такие вот инфракрасные теплоизвучатели, чтобы в зимнее время в этом месте было комфортно. Отсюда также осуществляется вход в дом. Есть шезлонги, ну и сам бассейн, то есть сердце этого двора. Бассейн сделан из двух зон, то есть это детская зона, водопад тоже можно включить, есть подсветка. И бассейн, видите, как переходит из детской зоны, она здесь 60 сантиметров, туда вглубь, да, метр шестидесяти. То есть комфортно, удобно, великолепно. Есть тропический душ на улице, чтобы перед и после бассейна можно было сполоснуться. В этом люке находится прияма, в котором расположены все полностью управляющие бассейном вещи. Вот мы включили бассейн, здесь вы можете увидеть водопад, а с той стороны форсунки работают как противоток. То есть вы можете плыть в бассейне, на одном месте находиться, и будет такое ощущение, как будто вы преодолеваете очень большую дистанцию. Это на самом деле очень крутая тема. Тем, кто пробовал хоть раз, я думаю, понравится. Также имеется санузел с левой стороны дома. Санузел здесь великолепный, многие гостиницы бы позавидовали, как он выглядит. Инсталляция, хорошая раковина. Под раковиной имеется место для хранения, зеркало, то есть все, что вам только может понятно быть. Даже вытяжка здесь имеется. Дальше здесь есть для того, чтобы позаниматься спортом приспособление. Груша, есть качель такая. В общем, инструмента очень много. Проходим далее. Здесь вот такое вот помещение, в котором находится свой собственный дизель-генератор. То есть если вдруг отключат свет, вы включаете, и у вас все хорошо. Здесь расположен септик. Если септик переполнен, то вот здесь открывается дверь, оттуда подъезжает машина, и все достает. Все продумано максимально, чтобы было комфортно. Проходим на заднюю часть дома. Здесь забор, разделение вдоль всего дома выполнено отмостком. Подсветка тоже здесь очень красивая по всем стенам. То есть не просто какие-то фонари, а именно архитектурная, красивая, сделана для вас. Выведены дополнительные переключатели розетки, чтобы вам никуда не бегать. И повторяю, продумано все. Вот водичка бежит, мойка просто глубочайшая, я такую даже никогда не встречал. Это профессиональная панель для приготовления пищи, обработки продуктов и хранения. Здесь опускается или поднимается вот эта роль ставни, это как гараж, в котором вы можете хранить вещи. Ну, конкретно здесь выполнен под баги, которая здесь стояла. Кнопочку нажали, открылось, кнопочку отпустили, закрыли. То есть инструмент, который может понадобиться. Здесь у меня сейчас стоит дополнительный холодильник, морозильник, номер 16 работает. Есть место для хранения велосипедов, всего остального. Также набор для мангала, всех приспособлений. Но самое главное, что здесь имеется емкость. То есть люди не зависят от воды. В принципе, вода, если отключилась, то здесь на сутки больше хватит непосредственно этого объема для большущей семьи. Также вы можете увидеть, что здесь очень много разнообразных мест для хранения, где вы сможете размещать свои вещи. Люди, конечно, вообще ничего особо забирать не хотят. Просто поменяли деньги на ключи и разъехались. Территорию дворовую мы осмотрели. Про мебель можно говорить отдельно. Очень удобная, с мягкими подкладками. Теперь заходим вовнутрь. Здесь имеется вот такая дверь, которая нас отделяет именно от самого дома. Заходим в дом и смотрим, какая здесь красота. Это кухня-гостиная, дорогие друзья мои. Выглядит она просто великолепно. С правой стороны место для хранения очень большое. Здесь размещаете обувь. И здесь стоит диван. Диван раскладывающийся. На нем можно разместить гостей. Поэтому кухня-гостиная. Есть зона, где установлен телевизор. Также очень много полочек. И куда что можно поставить. Большой обеденный стол с шестью стульями. Также есть комод. Работает балу сплит-система. Очень много разной красивой подсветки. Дом находится под охраной. Датчик движения. Ниже нахотоположная тревожная кнопка. То есть, помимо того, что удаленно за ним можно наблюдать. Вы также здесь можете вызвать помощь. Если что-то вдруг произошло. Хочется рассказать, почему вообще продается этот дом. То есть, не подумайте, что кому-то не нравится. Людям он дорог. Очень его любят. Но семья растет. И хочется более комфортного размещения. Поэтому происходит продажа. Вот так вот смотришь, какая красота. Сколько здесь всего продумано. Те же самые окна в пол. Открываешь шторы. Здесь становится невероятно светло. Это, конечно, очень круто. Здесь двухсторчатый холодильник. Есть микроволновка. Но, в принципе, посуда. Даже капсульная кофеварка. Есть вытяжка. Здесь полностью. Здесь, кстати, электроплита. Ящички с доводчиками. Все как бы сделано для вашего удобства. Просто стоишь. Огромное помещение. Очень комфортное для времяпровождения. Захотели, вышли на улицу. Посетили с том, что там непогода. Пришли вовнутрь. Давайте посмотрим сопутствующее помещение. Уже потом пойдем по комнатам. Здесь у нас находится стиральная машинка. Ну и тоже место для хранения каких-либо вещей. Тут же электросушилка присутствует. Здесь газовый котел. Стоит косвенный нагреватель. И дополнительно стоит электрический котел. Если что-то вдруг у вас там с газом стало, то продумано все настолько, что проблем у вас никаких не будет. Но вот это вот все система видеонаблюдения и охраны здесь реализована. Также пылесос беспроводной. Здесь все как бы именно хороших фирм. Все делалось для себя. Никто не планировал ничего здесь продавать. Сейчас посмотрим детскую комнату. То есть заходим здесь очень много игрушек, домики для детей. То есть такая вот зона именно игровая. Шкаф для хранения вещей. Также есть сплит-система. И здесь расположена двухъярусная огромная просто кровать. Очень интересная планировка. Плюс я повторяю, что везде у нас панорамное остекление. То есть можно пооткрывать окошки. Будет очень-очень-очень светло. Как вам такая комнатка? Напишите, пожалуйста. Особенно детки, если меня смотрят, хотели бы все такую детскую. Я думаю, что многие по такому наполнению напишут, да, конечно. Потому что столько всего интересного, очень круто. Шить примерно 12 квадратных метров. Как вы видите, по дому нигде нет батареи. То есть полностью все отопление происходит за счет теплого пола. На полу террасная доска, которая пропускает тепло из пола и обогревает весь дом. И полностью беспорожная система по всему дому. То есть переход во все комнаты и также в санузел. Давайте сразу на нем остановимся и посмотрим, как он выглядит. 5,5 примерно квадратных метров его площадь. Сверху такая красивая архитектурная подсветка. Есть окно тоже в пол. Здесь большое зеркало. Под ним огромная раковина со своей тумбочкой. Есть унитаз такой большущий. Здесь место для хранения. И очень большая душевая зона. Душевой поддон и остекление. Тропический душ и обычный душевый присутствует. Напротив санузла у нас вход в главную спальню родительскую этого дома. Здесь у нас детская кровать большая. Двухспальная кровать есть. И посмотрите, как выглядит панорамное остекление. Тоже очень круто. Есть своя сплит-система для охлаждения этого помещения. Ну и блэкаут-шторы. То есть, если надо, закрыли. И все очень темно, если вы хотите выспаться. А площадь этого помещения примерно 14 квадратных метров. Более точную информацию уточните уже у хозяев. Выглядит это все очень красиво. Мне, по крайней мере, нравятся отдельные две комнаты в разных местах. Если дети будут шуметь, то вы сможете спокойно здесь отдыхать. Ребенок заходил, мы его звали. Его даже у нас не слышал из кухни-гостиной. То есть, что говорить уже по разным комнатам, если разбежаться. Также в этой комнате имеется своя гардеробная. Большое зеркало и уместительные шкафы для хранения ваших вещей. То есть, ну, ребятам, которые здесь проживали, места, в принципе, было достаточно. Хватало для всего. До моря расстояние здесь, друзья, в километр. Рядышком полностью есть, в принципе, вся инфраструктура. Магазины, рынки. То есть, вы ни голодный, ни холодный здесь не останетесь. И перспектива развития этого района просто бешеная. У вас уже свой домик будет на море. Самое интересное, сколько стоит этот дом? Стоимость данного дома 19 миллионов 900 тысяч рублей. Вы можете звонить, разговаривать, договариваться, как вам удобно. Все номера указаны для вас напрямую. Говорится, переезжайте, живите и наслаждайтесь. Видите, у нас прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова